Журналистика живет миллион лет и, в общем, как-то процветает. Худшие времена, лучшие времена, больше свободы слова, меньше свободы слова. Но это исторические процессы, журналистика, собственно, подвластна изменениям, точно так же, как и все остальные виды человеческой деятельности. Журналистика преобразовывается, да, ну то есть только на моем веку мы прошли от набора, значит, горячего набора и дошли до того, что каждый из нас может быть блогером, да, и собирать огромные аудитории. Или там, допустим, мой муж работал, или вот моя же подруга Юлия Бодинайте работали в «Комсомольской правде», у которой тираж был в те времена 22 миллиона человек, да. Сейчас даже самые мощные интернет-порталы не набирают такой аудитории, хотя, казалось бы, интернет проник уже куда угодно, где угодно. Поэтому журналистика претерпевает разные времена, и кризис, может быть, сегодня кризис, завтра не кризис, сегодня меньше свободы слова, а завтра больше свободы слова. Это мое личное ощущение было тогда, что я хочу уйти из журналистики и поменять вид, род занятий на что-то, что будет продолжать. Точно так же моя личность. Мне всегда было интересно общаться с людьми, мне всегда было интересно что-то организовывать, мне было интересно узнавать что-то новое и заходить на чужую территорию, ну, как бы нарушать вот это вот личное пространство человеческое было интересно. И только две профессии это позволяют, это журналистика и кино. Наверное, еще это позволяет служение Богу в церкви, наверное, вот так вот можно нарушать. Но, скажем, я не выбрала такой путь, а выбрала другой, но, наверное, еще психологи могут так нарушать. Вот есть несколько видов деятельности, когда ты можешь свое любопытство человеческое или свою тягу поговорить, реализовать так, чтобы тебе не набили морду. Вот мне кажется, что профессия должна быть продолжением твоих личных качеств. Мое личное качество это поговорить, полюбопытствовать, рассказать о себе. И мне кажется, что и та, и другая профессии позволяют это делать без ограничений.